Итак, наша тема это проблемы с костями, проблемы с суставами, проблемы с позвоночником. Собственно, это тоже такой большой-большой сустав из, так можно сказать, тема действительно актуальна, потому что, наверное, из 100% людей, наверное, 99,5% имеют в той или иной степени проблемы либо с костями, либо с суставами, либо с позвоночником. Что очень плохо, но, как я всегда говорю, абсолютно нормально по той простой причине, что мы живем в Кали-Югу. А в Кали-Югу плохо, это нормально. Почему так много людей страдает проблемами с костями, с суставами, позвоночником? Причин много, самых разных. Мы об этом будем говорить в ходе наших занятий, потому что причины, как всегда, находятся там, где никто не ожидает. Совсем в той отрасли, о которой никто не думает. Ну, вы увидите на практике и на своем примере, как это работает. Но прежде мы поговорим о том, вообще, что такое кости суставы и какую функцию в нашей жизни они выполняют. Потому что, к сожалению, абсолютное большинство людей даже не подозревает об этом. А когда вы поймете, что это за органы и какую функцию они выполняют, сразу многие вещи становятся понятными. Итак, во-первых, кости. Кости называются в Аюрведе астхитхату. Астхитхату. И являются центральной частью этой системы. Так вот, почему такое внимание уделяется астхитхату? Откуда такое внимание? Почему? Ответ очень простой. Астхитхату – это основной слой в человеке, вокруг которого формируется физическое тело его. Это ось. Вот как в машине, наверное, одна из самых важных деталей – это ось в колесе. Точно? Вот. Ося не будет в колесе – ничего не будет. Даже совершенный двигатель будет, все будет замечательно. А оси не будет или кривая она будет, или поломанная. Что произойдет? А ничего не произойдет. Машина превращается в памятник. В колесе – самая важная ось. Вот я такое думал, как-то медитировал, мне пришло такое выражение, что время – это ось, вокруг которой вращается карма. Вот костная система человека – это ось, вокруг которой вращается его тело. Это основная структура, то, что придает форму физическому телу. Это астхитхату. В аюрведе говорится больше, что астхитхату – это та часть человеческого тела, тот его слой, который отвечает за, внимание, слова, ласкающие, как я всегда говорю, слух любой женщины. Внимание! Стабильность и надежность. Я повторю специально для любителей. Стабильность и надежность. Стабильность и надежность. Стабильность и надежность. Почему это такие слова популярные? А потому что в наше время, в Кали-югу, нет ни первого, ни второго. Ни стабильности, ни надежности. Итак, возвращаемся к астхитхату. Астхитхату – это основной слой о человеке. Это его стабильность, надежность и опора в жизни. По этой причине в аюрведе самым тяжелым заболеванием является ни рак, ни диабет, ни какие-нибудь там туберкулезы и тому подобные вещи. Самым тяжелым заболеванием является перелом костей. Потому что это перелом оси, вокруг которой вращается жизнь человека. Самый страшный перелом – перелом позвоночника. Позвоночник сломался, все. Вращение остановилось. До свидания. Итак, астхитхату – это опора человека, это основа его, это ось в жизни. Любые проблемы с астхитхатой – это принципиальной важности момент. По этой причине мы выделили самостоятельную отдельную тему разговора о костях. Внимательно. Слышите. Любые проблемы с костями, с суставами, с позвоночником означают какие-то фундаментальные проблемы в жизни. Это не какие-то там заболевал у вас позвоночник, радикулит, хондроз, артрит, артроз, ревматизм и так далее. Не важно что. Это следствие. Причина – это какие-то фундаментальные проблемы в жизни. Что-то глобально не так происходит в вашей жизни. Что конкретно об этом мы дальше будем говорить, я расскажу. Какие проблемы создают различные аспекты вот этих болезней костей, суставов и так далее. Позвоночник. Как только начинают болеть кости или суставы, или то и другое, или зубы, это означает, что-то глобально не так происходит в вашей жизни. Что-то вы куда-то не туда совсем идете. Вы делаете адхарму. Потому что когда человек делает адхарму, ничего не болит. Болит тогда, когда адхарму делает человек. И самая большая адхарма начинается с тарелки. Когда человек ест не то, что должен есть. Это напрямую отразится на состоянии всех тхату. И, конечно же, прежде всего, на состоянии астхи тхату. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...